Моцко смехнулось и проснулось я, уже напрасывалась, матенька моя. Уже напрасывалась, уже напрасывалась, уже напрасывалась, матенька моя. Огромное испытание, которое выпадает на долю детей и их родителей. Инвалидность. Страшное слово, которое часто звучит как приговор, как бремя и зачастую навсегда. А сколько вам лет, Ирочка? Мне? Да. Двенадцать. Двенадцать лет вам? Будет тринадцать. Будет тринадцать. Видите, какая вы уже взрослая у нас, да, мы познакомились. Осознание горького факта, что твой ребенок тяжело болен и что это на всю жизнь, невероятно болезненно и мучительно. Она родилась у меня инвалид. Вот, как бы в роддоме сразу родилась она дома, вообще-то на дому мы ее рожали. Вот, роды прошли хорошо, все нормально. Потом мы сразу же поехали в роддоме. В роддоме мне сказали, что дитя инвалид. То есть я сразу же восприняла, что это инвалидность моя. И таких семей в Белгороднестровском районе проживают около двухсот. Дети-инвалиды и их родители, которые нуждаются в понимании, поддержке и квалифицированной медицинской помощи. У нее стоит клапан на голове, который качает с головы жидкость через вот так вот трубочка, вот так вот монтирована в желудок и выходит жидкость в желудочек. Вот это с головы. Потому что если она будет набираться и ее не выводить оттуда, голова просто, дитя начинает кричать, как наиболее в свое время. Основной груз по уходу за ребенком инвалидом чаще всего ложится на его мать. Именно от ее поведения, мужества, выдержки, уравновешенности зависит и судьба малыша, и общая атмосфера в семье. Видя свою маму бодрой и веселой, многие дети способны научиться радоваться жизни даже в том непростом положении, в котором им суждено пребывать всю жизнь. Вот как-то было так, что хотелось бы, чтобы она была здорова. Вот стремление все, чтобы она была здорова, чтобы она ходила, чтобы вот все таки. То есть я себя терзала, как могла. И больницы, и всевозможные массажи, и там ножки. И так вот. В общем, ездили куда могли. Куда я таки... И не могла смириться вот именно с тем, что она у меня инвалид. В этой семье нашли рецепт счастья. Светлана, мать замечательной умной девочки, делится им с другими родителями, которые оказались в подобной ситуации. Время шло, годы шли, я бачила, что кости ноль и все остальное. Все время нет-нет-нет кругом. И потом я успокоилась, что да, инвалид, успокойся. Это твоё дитё. И надо смириться с тем. То есть я хочу и другим сказать, чтобы они не воспринимали всё так вот колко, как оно есть. Я воспринимала её такую, как оно есть. И я чувствую отдачу ежедневно. Я заходю в комнату, она меня целует, обнимает. О, привет, зайчик, привет, зайчик. Она получается, когда сидит за столом, у нас нема просто так, что мы сели за столом и сидим. Мы постоянно смеемся, мы кидаемся бумажками, мы постоянно чем-то друг друга развлекаем. Мені тринадцати не надо, я пасія огнята за селом. Чи то так сонечко сияло, чи так мені нічого буро. Мені так любо-любо стало, не наші в Бога. Уже покрикаю, допаю, а я собою буряні. Молюсь я Богу, і не знаю, чому маленькому мені. Молюсь я Богу, і не знаю, чому маленькому мені.